привет друзья как вам уже понятно по моему красному носу сегодня очередной предпраздничный рецепт как известно в такие праздничные предрождественские новогодние дни много кексов особенно вкусных не бывает поэтому вот вам очередной рецепт сегодня будем делать вкуснейший шоколадно апельсиновый кекс все очень просто достаточно быстро как всегда в общем поехали первым делом как всегда раскачгариваем духовку чтобы не получилось так что тесто у нас готово а духовка нет разогреть ее нужно до 155 градусов дальше также заранее подготовим форму и необходимо сначала найти форма у меня вот такая с дыркой посредине ее необходимо хорошенько смазать сливочным маслом прям так хорошо хорошо все внутренности промазать теперь присыпаем какао чтобы вся она была покрыта тонким равномерным слоем какао это поможет кексу легче отстать от формы и также поможет образоваться такой аппетитной шоколадной корочки так и излишки вытряхиваем форму подготовили теперь подготовим то чем будем ее заполнять то есть тесто и начинаем со смешивания сухих ингредиентов в чашу просеиваем муку насыщая ее кислородом чтобы кекс получился нежный туда же немного разрыхлителя какао также лучше просеять чтобы не было лишних комочков вот они как раз те самые комочки перетираем их через сито чтобы тесто получилось максимально однородным туда же добавляем немного молотой корицы для еще более рождественского аромата молотый имбирь и немного соли теперь берем венчик и все это хорошо смешиваем пока также в сторону также заранее подготовим апельсиновую цедру натрем ее на мелкой терке чем мельче натрем цедру тем она равномернее распределиться по кексу и таким образом аромат и апельсиновый вкус достанется каждому маленькому кусочку берем только самую верхнюю оранжевую часть чтобы ничего в кексе не горчило нам важно его наполнить вот этими ароматными эфирными маслами апельсина которые как раз содержатся в самой верхней оранжевой части кожуры цепи огорчит как раз обычно белая часть и теперь из апельсина также нужно выжать сок так где моя соковыжималка хорошенько все все до последней капли пока также сок вместе с цедрой в сторону замешивать тесто я буду с помощью миксера можно использовать ручное можно как у меня стационарный для замешивания лучше использовать не венчик а лопатку в чашу миксера отправляем размягченное сливочное масло достаем его из холодильника обязательно заранее оно должно дойти до комнатной температуры и стать очень мягким и теперь на высокой скорости миксера масло нужно довести до абсолютно кремового однородного состояния пары минут будет вполне достаточно затем добавляем к маслу сахар и теперь уже чуть дольше также на высокой скорости необходимо превратить это все ну не в однородную но такую посветлевшую кремовую массу начинаем на скорости небольшой чтобы сахар не разлетелся по кухне и затем когда он уже смешивается с маслом скорость прибавляем это потребуется где-то уже минут пять время смешивания само собой зависит прежде всего от того насколько тщательно хорошо вы размягчили сливочное масло чем оно мягче тем процесс интеграции с сахаром будет происходить быстрее поэтому не пренебрегаем доставанием из холодильника заранее масло стало такой более кремовый немного посветлело как я уже сказал полной однородности добиваться не нужно это произойдет с добавлением яиц кстати яйца тоже должны быть комнатной температуры иначе если они будут холодные при добавлении масло будет отсекаться и смесь не получится абсолютно однородной поэтому яйца также достаем из холодильника заранее если вдруг этого не сделали ну забыли просто положите их на какое-то время в теплую воду они быстрее дойдут до той самой комнатной температуры не горячую иначе сварятся тогда в оливье яйца добавляем по одному на средней скорости миксера чтобы все не плескалась по сторонам как только вмешивается одно добавляем следующее поехали вмешав яйца добавляем апельсиновую цедру апельсиновый сок и туда же ванильный экстракт нет ванильного используйте какой-нибудь другой нет экстракта используйте ванильный сахар в общем здесь возможны варианты как понимаете и все это снова хорошо вмешиваем теперь остается ввести в смесь сухие ингредиенты но делать мы это будем уже вручную с помощью лопатки в три шага сначала добавляем треть все это вмешиваем добавляем следующую треть снова вмешиваем и последнюю треть туда же тесто получается очень ароматная а будет еще ароматнее когда разогреется в духовке начнет подпекаться аромат в доме будет просто сумасшедший такая получается кремовая плотная однородная масса при этом достаточно воздушная на этом этапе в кекс можно добавить орехи сушеные ягоды цукаты это уже по желанию долго ничего не мешаем как только все соединяется готово теперь все это необходимо аккуратно выложить форму выкладываем по кругу тесто получается достаточно густым поэтому просто так выливаться форму она не будет помогаем лопаткой сразу равномерно распределяя по всей форме чтобы кекс не получился кособоким таким вот образом вращая форму немного потряхивая тесто распределяем чуть-чуть постукиваем чтобы выгнать лишние пузыри повторюсь это нужно для того чтобы кекс не получился кособоким и поверхность максимально разравниваем при помощи лопатки то что сейчас является верхом будет дном и кекс должен крепко стоять не на ногах на своем основании так разровняли еще постучали и теперь незамедлительно в духовку запекаться кекс будет где-то час ну 50 60 минут готовность как всегда можно проверить шпажкой зубочисткой ножом втыкайте если достаете чистый значит готово ну а теперь займусь важным делом облизыванием у меня тут немного осталось как это вкусно уже вкусно тесто очень похож на шоколадный мусс и текстура ну еще бы там столько масла по праздникам можно так быстренько все прибрать забыл включить огонечки вот же вот же вот теперь совсем другое дело как ароматно если верхушка кекса немного потрескалась не страшно это значит просто кексу было жирковато в духовке возможно высоковато стоял я пока еще к своей новой духовке не совсем адаптировался в общем как я сказал это не страшно так как верхушка у нас в результате станет дном так как кекс мы будем переворачивать но перед этим даем ему хорошенько отдохнуть подостыть форме оставляем где-то минут на 15-20 на какой-нибудь решетке если уж хотите совсем идеального результата чтобы кекс крепче стоял выглядело ровнее уже на подостывшим кексе можно эти неровности и трещинки немного подрезать обрезки само собой не выкидываем а съедаем как вкусно шоколадный апельсиновый кекс с легкими нотками корицы и имбиря это просто сказка какая красота обалдеть а этот аромат это просто от него можно с ума сойти шоколад с апельсином где-то там вдалеке нотки имбиря корицы это это сказка повторюсь еще раз это просто сказка я вот прям сейчас уже на него накинулся но дам все-таки остыть и приготовлю глазурь чтобы все это было не только невероятно вкусно но и невероятно красиво это может быть обычная сахарная белоснежная глазурь можно приготовить глянцевый шоколадный глясаж а можно сделать простую шоколадно-апельсиновую глазурь рецептом которой сейчас с вами и поделюсь в небольшой сотейник помещаем кусочки шоколада половину всего количества туда же добавляем сливочное масло сахар апельсиновую цедру и сок и теперь на небольшом огне постоянно помешивая все это соединяем растапливаем превращая в однородную гладкую смесь если боитесь все сжечь поставьте на водяную баню как только все смешается сразу снимаем с огня и добавляем оставшийся шоколад тщательно перемешиваем и глазурь готова посмотрите она должна так равномерно стекать с венчика с лопатки если вдруг остается жидковатой дайте немного подостыть покрывать глазурью кекс лучше незадолго до подачи а вот сам кекс можно приготовить заранее правда лучше держать его под каким-нибудь колпаком накрыть чашей миской можно и кастрюлей чтобы на кексе не образовывалась жесткая корочка и он оставался мягким и нежным получившийся глазурью покрываем кекс создавая красивые аппетитные потеки в качестве украшения можно использовать цукаты из апельсиновых корочек или кружочки карамелизированных апельсинов рецепты и того и другого уже есть в блоге ссылочки как всегда сможете найти в описании также можно дополнительно использовать какие-нибудь посыпки и украшения в общем подключайте как всегда свою фантазию у меня вот нашлись такие красивые эффектные золотые шарики кекс очень нежный такой рассыпчатый а вкус ну я говорил что это беспроигрышное сочетание вкусов апельсин шоколад нотки корицы имбиря это очень празднично и вот прям как раз то что нужно к предстоящему новому году рождеству кекс не оставит равнодушным особенно тех кто любит шоколад и особенно если вы сделаете полный комплект то есть украсить его этими самыми цукатами из апельсиновых корочек или карамелизированными апельсинами в общем рекомендую подробный рецепт как всегда в блоге ссылка под видео там же список ингредиентов там же ваши лайки если видео вам понравилось и хочется быстрее увидеть следующее ваши комментарии пожелания тоже там в общем все там обязательно постите то что приготовили по моим рецептам в инстаграме ставьте хэштег cooking fun отмечайте меня на фото там я все сад еще обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал там я сейчас регулярно напоминаю о рецептах предпраздничных рецептах которые были уже опубликованы и в блоге и на канале всем желаю отличного предпраздничного настроения с вами был саша cooking time пока пока а и Продолжение следует...